Меры поддержки экономики во время пандемии коронавируса принесли ожидаемый результат. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в Корсуне в обращении к ульянскому бизнесу. Глава области подтвердил, что экономика постепенно восстанавливается после ограничений. В рамках реализации нашего глобального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан, роста экономики, мы приняли решение не останавливать финансирование программ в области сельского хозяйства, дорожного хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Даже наоборот, увеличили финансирование. Государство и бизнес должны объединить усилия для выхода из сложившейся ситуации. Губернатор напомнил предпринимателям о социальной ответственности, а власти о необходимости создавать благоприятный деловой климат. Одна из проблем, которую нужно совместно решать – занятость населения. Начиная с этой недели, ежедневно мы будем с вами общаться, собирать информацию по созданию новых рабочих мест. Еще раз повторяю, до конца этого года мы должны в абсолютном большинстве закрыть проблему безработицы в Ульяновской области. Губернатор неслучайно обратился к бизнес-сообществу в Красуне. На встрече глава области поставил подпись под несколькими инвестиционными соглашениями. Первый из них позволит реализовать два проекта – создать новые рабочие места в районе. Первый проект – животного отчества. Это будет минимум 50 рабочих мест. Уже сегодня 5 человек будет принято на работу. А второй проект – это по деревообработке. Там начнем от шипов и продолжаем до мебели. Еще один крупный проект будет реализован в областном центре. В Заволжье создадут новый фитнес-центр. Для реализации проекта региональный фонд развития промышленности одобрил льготный заем на сумму 20 миллионов рублей. Общей сложности планируют создать более 30 новых рабочих мест. Мы пережили очень сложные времена. И нам удалось не закрыть ни одного фитнес-клуба. Все фитнес-клубы выжили. И в том числе это произошло благодаря поддержке руководства Ульяновской области. Мне кажется, наше руководство приняло все меры для того, чтобы мы выжили. Во время пандемии бизнес не простаивал. Даже в это сложное время удалось его развивать и создавать новые инвестиционные проекты. Мы уже за первые полгода 7 новых проектов запустили. То есть это более 600 рабочих мест уже создано. До конца года реализуют еще 33 инвестиционных проекта. Часть из них будет создаваться в муниципальных образованиях, таких как Чердаклы, Николаевка, Инза и Димитровград. Эти проекты позволят создать еще полторы тысячи новых рабочих мест. Егор Титов, Новости Улправда ТВ.